Неисцеленный человек покидает общину. Он отмеживался и думает, что никто не понимает его. Потом он принимает эти мысли и отдаляется от церкви. Он вне общины. Он скрывается. Я Пол, вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Лучшие дни впереди. Вы победитель, потому что в вас живет Иисус. Он жил у могил. Каким могилам люди идут сегодня? В могилах лежат останки. Могила — это символ безжизненности. Там то, что мертво. Враг хочет, чтобы мы жили прошлым. Все это мертво. Бог сказал, пусть это умрет. Враг норовит вернуть нас на кладбище наших ошибок. Сожалений наших и чужих поступков. Дел вашего отца. Того, что он не сделал. Он приходил на могилки и кричал. Бог говорит, оставь этого человека. Затем он спрашивает духа, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ Иисусу, «Легион — имя мне, потому что нас много». Легион — римское воинское соединение. Когда Рим правил миром, он отправлял легионы в определенные края. Там Рим менял культуру. Легион — это шесть тысяч солдат. Рим захватил Израиль и смежные страны. Легионы шли в те края. Рим отправлял легионы. Они возводили крепости. Управляя из них, римляне изменяли культуру и учили местных жить по римским обычаям. Нечистые духи понастроили твердынь в сознании одержимого и изменили его поведение. Они изменили его желание, взяв власть над кругом его жизни. Друзья, все зависит от нашего разума. Если с рассудком творится что-то не то, то это серьезное дело, ведь именно ум принимает решения. Иисус спросил его, «Как тебе имя? Легион — имя мне, потому что нас много. Какие голоса звучат в вас? Что за голоса говорят о призвании? Какие голоса направляют вас?» Недавно я попросил наших художников изобразить человеческий разум. Итак, вы видите мысли, укореняющийся в неисцеленном разуме. Вы видите тревоги, фобии, стресс и стыд, злость, зависть, непригодность, уязвимость, обиды, несоответствие требованиям. Это наполняет разум. Когда мы принимаем эти мысли, они управляют поведением. Нам больно, и мы выплескиваем злость, или мы злимся на себя. Сейчас Господь Иисус Христос говорит нам, «Я не призывал тебя к этому, не хочу, чтобы ты думал так». Бесы несколько раз просили Христа не высылать их из этой земли. Это интересно. И многие просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той. Там паслось стадо свиней. Бесы просили Его, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». У Иисуса есть власть отправлять бесов хоть куда. Он разрешил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч. Почему я прочел этот отрывок? Почему бы не пропустить его? На свиньях держалась экономика городишки. Некоторые христиане стараются и думают лишь о том, чтобы выглядеть состоятельными и иметь внешние удобства и блага, а не о том, чтобы получить исцеление души. Многие скорее будут притворяться достигшими американской мечты, изображать их себя безупречную пару и внешнее благополучие. Они постят в Инстаграме позитив. Этих людей заботят больше свиньи, чем исцеление собственного сердца. Потеряв хрюшек, те разозлились. Пасущие рассказали в городе и в деревнях о том, как Христос развалил их бизнес. И жители вышли посмотреть. Их не волнует исцеление, их беспокоит бизнес. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме. Я акцентирую, к нему вернулось здравомыслие и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и рассказали им о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Людей интересовали их свиньи, а не здоровье исцеленного. Не позволяй своей душе возгордиться и превознестись. Это удерживает тебя от внутреннего исцеления. Какая польза от того, если мы приобретем весь мир, но повредим душе? Отлепись от своих свиней, и твое сердце исцелится. Хватит создавать образ совершенного человека, тогда твой разум и эмоции успокоятся. Не переживай о том, что подумают люди. Не думай о экономике. Попроси Бога исцелить твою семью, твой разум и твое окружение. Покажите принципы. Вот советы по исцелению ума. пребывая перед лицом Христа. Слава Иисуса! Один из самых мощных видов оружия против ментальных, эмоциональных расстройств. Это одно из самых мощных средств против бесовских атак. Когда приходит Христос, бесы убегают. Когда приходит Бог, бесы теряют власть. Когда в жизни людей приходят проблемы, они мчатся в церковь. Они предстоят перед Господом Богом, дающим защиту и свободу. Находясь рядом с Христом, мы освобождаемся. Слава Иисуса неизмеримо сильнее присутствия бесов. Слава Иисуса есть не только в церкви. До Христа она обитала в ковчеге и в храме. В Новом Завете сказано, «Я приду и вселюсь в ваше сердце». Ваше тело это храм. Я приглашаю Христа прийти ко мне. Однажды мне приснился кошмар. Я совершил ошибку, сделав то, что не должен был делать. Осуждение попало на меня. Мне было стыдно. Я был неженат. Мне было стыдно. Я ощущал присутствие бесов в моей комнате. Я не видел их, но слышал смех. Я поймал тебя. Я поймал. Ты наломал дров. Ты ни на что не годен и не будешь святым. Ты упал в грязь. Я чувствовал, что обвинитель рядом со мной в комнате. Я молился. Бог, 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 Господь, прости, прости меня. Если ты не веришь в милость Божью, то твоя просьба простить тебя бессмысленно. Ты прощен благодаря Иисусу, пролившему кровь. Кровь Христа сильнее грехов людей. Люди получают свободу через кровь Христа. Если ты осуждаешь людей, то ты неправ. Если ты считаешь осуждение исправит его, то ты подталкиваешь его снова вернуться к своим сожалениям и угрязениям совести о прошлом. Осуждая свою жену, ты не поможешь ей исцелиться, а лишь утяжеляешь груз вины. Мы исцеляем милосердием. Милость ведет к покаянию. Бог влечет к себе добротой. Святой Дух хочет сказать вам кое-что. Ты не изменишь человека, все время пиная его и говоря, как он плох. Иисус, мы пытались взять его и заковали в цепи, но он порвал их. Каждый раз, когда церковь обвиняет и осуждает согрешающего брата, он только глубже погружается в свой грех и порог. Ты ужасен. Искупи грех. Будь наказан. расплатись за грех. На кресте Иисус расплатился за эти грехи. Это не дает права грешить. Христос это не только оправдание, но и освящение. Наша праведность как грязная одежда. Ты как раб на мельнице. Ты пашешь, закованный в цепи осуждения. Поверь в прощение через кровь Христа и в Его славу. Он умер на кресте за грех. Тогда ты получишь исцеление разума и заживешь по-новому. Ты будешь милосерден и перестанешь осуждать. Ты перестанешь пилить людей. Ты поможешь им. Ты станешь добрым христианином и мужем. Божья благодать даст тебе покаяние, и она поможет тебе мыслить правильно. Она тебе поможет делать это правильно. Господь Иисус исцелит твой ум. Грехи прошлого потеряют силу. Если твой отец мыслил неправильно, то тебе не нужно повторять его ошибки и грехи и думать так, как он. Иисус не отверг бесноватого. Он говорит не человеку, но бесу. Христос сказал нечистый дух, ты больше не будешь мучить этого человека. Слава Бога исцеляет ум. Идите к Иисусу. Так Он исцелит твой ум. Исцеление приходит, когда мы поем Богу. Исцеление приходит тогда, когда мы поклоняемся Христу и приглашаем Его. Если в доме царит темнота, то попроси Бога прийти к тебе и наполнить дом. Включи песни, чьи авторы славят Господа. Включи. Включи любимый альбом. Включи песню, когда я говорю о твоем имени. Слушая песни поклонения, благодари Создателя за то, что осуждение, страх, зависимость и давление, упадок духа покидают тебя. Мысли о суициде и борьба уходят. Христос изгонит нечистых духов. Бог исцеляет нас. Второй пункт. Слова Иисуса исцеляют ум. Это слова Христа. Небесный Отец говорит в Писании, ранами Его вы исцелились. Тогда мой ум становится похожим на ум Христа. Бог не дал мне духа страха, но силы, любви и благоразумия. Родители учили меня слушать Библию, ведь вера приходит от слышания слова. Я болел и размышлял о Библии. Когда я проходил через испытания, я включал аудиокассеты и диски. Вы помните, что такое кассеты? Теперь мы слушаем Библию, включая смартфон. Слушайте размышления о Писании в Ютубе, слушайте размышления о библейских стихах о вере, принимая истинно Иисуса Христа. Мы рушим крепости врага. Битва за жизнь ведется в уме. Хочешь ли ты исполнить мечту и волю Бога? Думайте о истине. Застав себя думать о ней. Сатана норовит обдурить нас. Дьявол поднимает бурю в нашем рассудке. Он пытается укоренить в нас темные, мрачные, извращенные мысли. Он хочет, чтобы мы думали о непристойном. Павел говорил о неспровержении всех твердынь врага, разбившего лагерь в нашем уме. Нам нужно брать в плен все мысли, которые не от Бога, осуши болото врага и корчуй его насаждение. Плохие мысли не означают, что ты плох. Это не значит, что ты грешишь. Церковь, не принимай мысли от сатаны. Ничего страшного в том, если ты подумал, плох ли я, если ко мне пришли плохие мысли. Не принимай их. Третий пункт. Это свобода во Христе. Как Он освобождает тот, кто свободен, кого освободил Бог? Люди дают советы. Иди к врачу, и ты избавишься от стресса. Купи вон те пилюли, и все встанет на свои места. Я стою на стороне врачей, но медики не способны излечить наше разбитое сердце. Они не уврачуют раны, полученные в детстве. Врачи не избавят от того, от чего избавляет лишь Дух Святой и встреча с освобождающим нас Христом. Я говорил с Джейми, когда я учился в колледже, я увидел, как она вышла каяться. Я дружил с ее братом. Однажды я спросил ее брата Марка, что происходит с Джейми. Он вздохнул и сказал, долго рассказывать, спроси ее сам. Позже я увидел ее в кафетерии и подошел к ней. Я спросил ее, Джейми, что случилось с тобой? Она сказала, твой отец говорил о прощении, но я злилась всю проповедь, потому что Господь Бог упрекнул меня. Однажды я открыла свое сердце для обиды. Обида это не чистый дух. Это легион. Ты открываешь душу для стресса, злости и гордости. Это не должно было быть. Мой отец никогда не обнимал и не говорил, что любит меня. Джейми решила не прощать отца. Ее папа оставил ее, маму и брата, когда ей было всего шесть лет. оказалось, что у него была еще одна семья. У него были другие дети, и он выбрал их. Раз в году Джейми писала ему письмо в надежде, что он вернется в семью. Мы знали историю о второй семье, которую он скрывал. Каждый год я писала ему письмо, где делилась о том, как прошел год, о том, как начался учебный год. Я писала о том, что скучая о нем, и надеялась, что он вернется. Каждый год я писала ему по письму. Иногда в письмах я рассказывала ему обо всем. В том месяце мне исполнился 21 год, и папа наконец-то ответил мне. Я не слышала его шести лет. Он не писал мне до этого, а сейчас ответил. Джейми достала из почтового ящика очень крупный конверт. Там лежали все мои письма. Отец писал, я получил все твои письма, не пиши мне больше. Джейми села и заплакала. Это было в университете. Я так разозлилась, и мне захотелось стереть его в порошок. Мне хотелось, чтобы он в ту же минуту умер. Он не заслужил права на жизнь и мое прощение. После этого твой папа прочел проповедь о прощении ближних. Во время проповеди меня подночевало встать и убежать из церкви. Господь говорил со мной, «То, что отец мыслил неправильно, это не означает, что я должна жить в отцовском проклятии исковерканного мышления». Если вы выросли с родителем, который мыслил неправильно, и выплескивал гнев на вас, это не означает, что вам нужно жить так же. Исцелись, даже если отец не исцелился. Разруши этот порочный круг. Джейми сказала, «Сделав шаг веры, я подошла к алтарю. Я приняла решение простить. У меня ушло на это время. Мне стало легче, и я почувствовала, что я освободилась, когда простила отца. Его не было рядом, когда я закончила школу. Его не было, когда мне исполнилось 12, и когда я получила права. Когда я нуждалась в нем, его не было рядом, но я прощаю его. Я чувствую, как приходит свобода. Держать обиду — это пить яд в надежде, что умрет другой. Нежелание прощать держит вас в тюрьме, ключи от которой в ваших руках. Джейми сказала, «Я открываю дверь этой камеры, я стала другой, и я не живу в непрощении. Больше я не позволю обиде и идеям об убийстве отца опускать корни в моем разуме. Я отпускаю обиду на отца и иду вперед. Я прощаю. Ты ощутишь избавление. Иисус освободит тебя. Свобода в Иисусе. Четвертый пункт. Это цель Бога, меняющее мышление. Мы изучили негативные вещи, и мне хочется поговорить о правильном мышлении. Свобода от стресса и от гнева. Богу хочется освободить вас от гневных мыслей, стресса, внутренней борьбы и подозрительности. Перейди в благословение, и ты будешь благословлен при входе и выходе. в памяти благодарного нет места стрессу, и там нет места обиди. Бог хочет, чтобы вы были уверенными и сильными. Ты можешь делать все во Христе, дающем тебе силу. Бог хочет исцелить твой ум. Прости своих ближних и начни радоваться. Бог хочет изменить твое мышление. Он хочет исцелять умы тех, кому невдомек то, что они мысленно отдалившись от Бога, приблизились к мраку. Они отплыли к могилам прошлого. Иисус зовет вас уйти оттуда. Едва живые люди, выходите. Иисус освобождает вас. Снимите с себя цепи, сними старые одежды и облекись в новые. Люди видели этого человека. Он был одет и в здравом уме. Когда он вошел в лодку, бесновавшийся спросил его, чтобы быть с ним. Это финальный эпизод. Это цели ради которой он сделал все. Нам нужно пребывание с Христом, Его Слово, свобода и цель. Цель это последний пункт. Этот человек считал, что его цель там. Я исцелился и начиная служить Богу, потому что я значим лишь тогда, когда проповедую или служу. Я важен. Если делаю то, что делает Петр. Иисус сказал, я дам тебе крупицу мудрости и понимания, который тебе не достает. Я изменю твое мышление. Ты очень и очень важен не из-за твоих дел, а из-за того, что я сделал для тебя. Мессия не сделает тебя важнее. Дружба с Петром и проповедание не сделают тебя важнее. Спаситель сказал ему, сынок, прочтем 9 стих из Марка. Сынок, иди домой к семье. Твое главное служение перед тобой. Твои лучшие дни не в прошлом, а они проходят в настоящем времени. зрелый разум это разум, измененный Богом. Такие люди не говорят, смотри, у них есть дети, а у нас нет. Я хочу за кафедру, если бы я делал его работу, я стал бы важным. Люди со зрелым мышлением говорят, я стараюсь сделать свое ремесло изо всех сил здесь и сейчас. Бог начал исцелять мой разум, чтобы я служил этим даром людям. Служил дома и на работе. Он сказал, иди в свой дом и пусть семья удивится. Ведь если исцелится один человек, то исцелится семья. Если исцелится один человек, то исцелится и семья. Иисус хочет исцелить ваше мышление. Если исцелитесь вы, то исцелятся люди. Ученые утверждают, что исцеленный ум человека приносит выздоровление всему его телу. Бог дал вам склад ума. Поверьте в то, что вы живете победоносной жизнью и победите неправильные мысли. Те, кто болен, убеждают себя в исцелении. Итак, наш разум обладает силою. Исцеленный ум оказывает воздействие на все решения, отношения и намерения. Он влияет на убеждение. В 9 главе Матвея Иисус сказал незрячему нищему, да будет тебе по вере твоей, если ты веришь, то это произойдет. Сегодня Бог исцеляет наш разум. Эта проповедь поможет вам измениться. Бог напоминает вам о том, что Он за вас и у Него есть план. Но если вы не верите в это, то план не исполнится. Все начинается с мыслей. Господь пришел исцелить ум человека и в том числе ваш ум. Это относится не только к современникам Христа, но и к нам с вами. Бога заботит наша психика и эмоциональное благополучие. Он хочет, чтобы мы верили Его словам и думали о них. Я говорил о том, что перемены приходят при обновлении ума. Хочешь изменить жизнь? Измени мысли. Пригласи любящего и сильного Бога изменить тебя, осеяв светом мрачные мысли. Скажи, Бог, я больше не хочу так жить и думать. Я готов к обновлению. Давай помолимся. Давай сделаем это вместе. Бог, я отдаю себя тебе. Я твой. Обнови мой ум. Помоги мне думать так, как думаешь ты. Помоги мне думать о добром, о том, что истина и достойна хвалы. Исцели ум во имя Христа. Аминь. В этой молитве вы признали Иисуса своим Господом. Вы позвали Его прикоснуться к вам. Теперь я приглашаю вас в Божью семью. Любой, кто призовет имя Бога, будет спасен. Вы призвали Божье имя и попросили Его помочь вам, и поэтому вы спаслись. Теперь живите ради вашего Господа. Купите Библию, и она поможет вам жить, обновляя ваш ум. Ходите в церковь, где христиане будут побуждать вас думать правильно. Ходите на богослужения каждую неделю. Будем рады увидеть вас. Смотрите наши архивные проповеди и проповеди о разуме на сайте victory.com. Желаю хорошей вам недели. И помните, ваши лучшие дни еще впереди. Божьих вам благословений. Они танк м м м м м м Продолжение следует...